Ох, стрельба, всё как и по ветке. Бля, я эти стволы уже запомнил, изучил, просто капец. Всё как по ветке, вся ветка такая в стрельбе, блин. Вся, просто вся. Ну косая, ну косая, просто капец какая косая стрельба, блин. Такая рандомная, просто ужас, блин. Всё на рандоме по стрельбе, то летит, то не летит, то летит, то не летит. И всё, и хрен чё сделаешь. Бля, поломал дерево, теперь его не видно. Ох, поломал дерево и вышел с него, красава. А, всё. Бля. Ой, ладно. Не будем, блядь, ныть. Уже сегодня и так нанылся. Будем, будем улыбаться. Улыбаемся и машем. Опа! Прямо в корпус, прямо в НЛД. Бум, поджёг, блин. Ой, боже, но анекдот, они танки, блин. Короче, на второй бой ещё могу сказать. Пацаны, пушка проследуется просто идентичная. Идентичный ствол, только с другой альфой. Что это означает? Это означает то, что у нас в игре появилась ветка, блин. С одинаковой, просто, просто с одинаковым профилем по всем стволам. Это плюющиеся кумулятивницы, которые не попадают, которые не долетают, которые не являются, блядь, кумулятивницами с большим пробитием. Да, то есть это не какая-то пушка на 340, это не какая-то пушка на 350, это даже не пушка на 330. Всё равно, как это кажется, а, ну, Барик, ну, 319-330, а, не чувствуется. Нет, на дистанции всё равно вы будете это ощущать, ощущать. Потому что что? Потому что вот сейчас тортилу стрелял, было бы 330, пробил бы. Вот там ещё выстрел, было бы 330, пробил. В итоге это будет очень ощущаться постоянно на этой дистанции. Что могу сказать дальше по этим турбинам? Да, прикольно на этих турбинах кататься. На некоторых картах вы можете реально ролять. Вы быстро приезжаете в позицию, занимаете эту позицию, помогаете своей команде, создаете таким образом победу. Да, это круто, это классно, это сами понимаете. Но, в чём проблема машины? Это относительная броня на абсолютно всей ветке. То есть, мы начинаем с седьмого уровня. Седьмой уровень, честно говоря, мне из всех больше всего понравился. Первый вариант, почему он мне понравился? Потому что он песочный, и на нём легче играть. Второй вариант, почему он мне понравился? Потому что он меньше всего похож на остальных. Потому что у него подкалиберы, и у него нормальная пушка относительно этих. То есть, на седьмом уровне там пушка реально неплохая. Восьмой уровень, ужасная машина, очень сомнительное бронирование, очень сомнительная стрельба. Девятый уровень, для потных. Потные на девятом уровне будут делать нормальный результат. Девятый уровень, в принципе, дышабельный, можно в нем поиграть. Можно ли ставить девятый уровень в сравнение с каким-то супер конем девятого уровня? Или ставить сравнение там с концептом? Нет, он их слабее, очевидно. Насчет десятки. Я играю второй бой. Что я чувствую по десятке во втором бою? Я чувствую ту же пушку. И что это происходит у меня в голове? У меня флешбеки. У меня негатив и мне плохо. Почему? Потому что я стреляю и не попадаю. Но это такие предварительные данные по десятке, которые я ощутил за два боя. Как я и говорил до этого момента, да? То, что мне нужно... Вот, ах, француз с такой дырочкой попадает мне, блядь, и пробивает меня. Куда попал? Непонятно. Потом посмотрю. Опять же, это предварительная инфа по десятке. Чтобы понять полностью его, нужно... Ну, вот, в принципе, уже ничего не нужно, вы сами видите. А, смотри, куда француз пробил. Смотри, куда француз пробил. Видели? Все видели? Вот я только сейчас это понял. Смотри, дырка вот в башне. Вот тут. Ужас какой. Какой ужас, блядь. Господи, блин. Страшно. Это француз, это вообще... Господи. Ё-й-й-й-й-й-й-й-й-й-й-й. Ай-й-й-й-й-й-й-й-й-й. Как же это страшно. Бля, просто сравнивать этот танк с конем там или с французом, это, это вообще небо и земля. Ради этого я 14 часов играл. Ради этого 14 часов играл. Ха-ха-ха, блядь, это даже не разочарование, блядь, тут реветь надо. 14 часов качал танк, чтобы, блядь, усыкаться, обсыкаться от коня. Просто смотреть на него и понимать, что я делать не могу. Бля, надо больше ББ грузить, я, блядь, постоянно это забываю. Дядь, он у меня ББ хами раздал, еще ни одной голды на меня не потратил, ебануц. Ебануц. Жесть.